В начале сентября прошлого года в Венсполсе был основан Центр поддержки бизнеса. Новое структурное подразделение Венсполской городской думы, реализованное в сотрудничестве с Венсполским парком высоких технологий. Более полугода центр работал в помещениях Венсполской высшей школы. А в пятницу состоится торжественное открытие нового учреждения в специальных помещениях. В рамках этого мероприятия будет представлена технологическая экспозиция, которую можно будет посмотреть. А в половине второго начнется и КТ-кластер Метап, тема которого в этот раз технологии пятого поколения. По-моему, эта тема может быть интересна не только представителям IT-отрасли, но и любому человеку, который хочет узнать, что нас ожидает с внедрением технологии 5G. Это может стать большими возможностями для бизнеса каждого из нас. По словам директора Центра поддержки бизнеса Илза Валдмана, IT-технологии – это новая нефть в Латвии. Именно поэтому будущее предприятие будет активнее всего поддерживать коммерсантов этой отрасли. В нашем городе активно развивается отрасль IT. Дополнительная поддержка предприятий именно этой сферы, возможно, поспособствует устранению дефицита специалистов. В первую очередь предпринимателям будет оказываться информационная помощь, поддержка аренды помещений. Обратиться в центр может любой начинающий коммерсант. Мы находимся здесь, по адресу улицы Пилс, в 17. Все начинается с первой встречи, на которой мы обсуждаем то, какая помощь необходима предприятию, какие у предпринимателя есть вопросы. Возможно, ему предстоит переезд из другого города в Венсполс. Мы поможем и с этим. Все начинается с первой консультации. У нас уже сформировалось сотрудничество со всеми IT-предприятиями Венсполса. Сейчас активно решается вопрос о начале сотрудничества с несколькими новыми предприятиями. В Венсполсе уже есть структура, которая помогает начинающим предпринимателям – бизнес-инкубатор. Но, как подчеркивает элита Баклана-Ансберга, функции центра поддержки бизнеса шире, чем у бизнес-инкубаторов. К тому же, инкубаторы находятся во введении Латвийского агентства инвестиций и финансируются в ходе реализации проекта Европейского фонда регионального развития. Для участия в этих программах и для того, чтобы получить необходимое софинансирование, нужно соответствовать жесткому списку требований. Не всегда нужды самоуправления или нужды предпринимателя, который хочет начать бизнес в Венсполсе, соответствуют этим критериям. Поэтому Венсполская дума решила, что нам нужен свой центр поддержки бизнеса, чтобы помочь предприятиям начать работать в нашем городе, особенно предприятиям, которые работают в сфере IT. Главная функция центра – найти правильную и действительно нужную коммерсанту поддержку. Одна из наибольших затрат при открытии своего бизнеса – аренда помещений, на которую у начинающих предпринимателей нередко не хватает финансовых средств. Именно поэтому будущая структура будет коворкинг-центром. Коворкинг – в переводе с английского «совместная работа», а в широком смысле – подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве. Это означает, что любой человек, работающий на дому, например, фрилансер, может прийти в центр поддержки бизнеса и работать в спокойной обстановке. Тут есть все необходимые возможности. Wi-Fi, возможность распечатывать необходимые документы, бесплатные чай и кофе. Это отличная возможность встретить других предпринимателей, коллег, найти новые деловые контакты и партнеров по сотрудничеству. И это абсолютно бесплатно? Да, за это платить не нужно. Венсполское самоуправление позаботилось о том, чтобы в Венсполсе эти услуги были абсолютно бесплатными. В Риге и Влепе за то, чтобы работать в таких помещениях, нужно платить. В Венсполсе можно сэкономить деньги на аренде офисного помещения и прийти сюда, чтобы поработать. В будущем Венсполское самоуправление хочет расширить спектр услуг, чтобы центр поддержки бизнеса стал площадкой, помогающей предпринимателям разных отраслей.